Всем-всем привет! Я в Акрилевке. Приехала сегодня на электричке. И что приехала, не знаю. Представляете, как гром гремит, а? И что я там буду делать? И тучи такие синие. Прям прояснилось. Вот сидела дома. Сиди! Вот наша корова! Корова сколько! Наша корова дает молока. Вот все, что я запомнила. Такая гортензия. Это Сильвердоллар. Я даже не слышала, такое гортензии. Телармонии, бегонии, где хер это? Лариса здесь сидит. Я прям вижу сидеть. Мне нужно не снимать, а бежать быстрее до дачи. Иначе я намокну, как курица, как говорится. Так, это чьи дикла... Как они дикла... Ну, вот забыла дикла. Гены или дикломатии. Короче, как-то так. Так, ладно. Ничего такого нет. Гортензии. Сквашные гортензии. И... Как они? Вот были хризантаны. Хризантаны, хризантаны. Так, Лариса, конечно, продает вот что. Она и в прошлом году их продавала. И в этом году. Так, вот они, красоточки. Мать честная, какая красота. В прошлом году я купила, значит. Привет! Здравствуйте! Покупала их эмоции. Обе две немышные зимы. Представляете? 700 рублей и 500 рублей. О, какие красивые. Боже мой, какая красота. Не надо бежать. Вот это желтая. А вот это какая. Прям лениненький. Господи, телефон трясется, потому что сумку сняла. А вот этот какой большой. О! Это верху, вот, с моей стороны. А? Вверху, а смотрите. Ага, ой, 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 ой. Ой, 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 ой ой, 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 ой. Ну да, когда они уже не новинки. Не прям желтые вот эти вот эти прям вообще. Берлигнос, что называется. Итак, Иевка, девочки, кто живет здесь? Приезжайте, покупайте. Вот что-то такое похоже у меня есть. Вот такое. И вот такое я в Дарчухину покупала. Да, красота невероятная. Ладно, эхиноцеи. Лариса, обе две эхиноцеи не вышли из зимы. рыжую брала вот эту это оранжевую блин желтую что ли вторую до желтую вставляешь я прям да я расстроена прям для так весны и сдала прям сейчас прям такая радость будет а вот только только палочки остались я имею ввиду палочки я обозначала чтобы не копнуть не не топтать да я же очень не брала уже почти вот поэтому прям рассердилась посеяла сама сидят но они же на первый год не цветут посеяла вон гремела сейчас надо бежать да посеяла посмотрим выйдут на следующую весну или нет она что же знаешь как да что будет то будет вон у меня розовая вот такая вот вот о неубиваемая вот так я не знаю кто там прям ладно лариса побежала потому что боюсь это не зонтика ничего буду думать сидеть буду думать все запомнила и все с него да крупнолистные не а ты что но они древовидные все простые как говорится я только начала их различать что такое крупнолистные что такое метельчатая и что такое древовидная вот до меня только дошло какая вот она вот наверное это это самарская у меня зацвела первый год ну покупала малышечку совсем какая это красота невероятно ларис ладно удачи до побежала пока анжела анфела да как не назовите ее цветет постоянно постоянно на бутонах постоянно радует меня бутончики эти отцвели на другие набирает эти отцветут она вон бутоны какая красота хотела еще одну купить но опять для нее место нужно и нужно при розах жить жить посмотрите что творится смотрите сколько могла я вокруг кустиков я оборвала травку именно вокруг кустика вот чекен дэйл отцвел он ветка как ножницы есть есть именно нужно секатор не взяла мне нужно как секатор ой фламентанс еще один цветочек еще у нее вон выпал в этом что давал дейлайт и вот посмотрите как разрослись эти георгины это как они называются веселые ребята да чего веселые ребята я так и не поняла ну веселый так веселый вот давал делает посмотрите да 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 она я думала все ее забьют это и эти ребята посмотрите какая высота это где-то метр тридцать приблизительно он скоро догонят господи дельфиниум и дурман цветет когда его сажаешь маленький кажется ну и такой маленький как он тут вырастет смотрите какая махина выросла наверное метра два ширина размахнулся даже вот ширина в диаметре метр тридцать где-то высотой так он был выше вот этот который дохлик я из-под фламентанс вытащила думала все не примется принялся вон как и прям выше пошел он еще там изогнутый бедняжка пошел выше этого выше этого кустика но зато это тоже он повалился он бы выше был вот подставила там пластиковые ящики ящики здесь не помогут потому что под тяжестью под своей какие толстые ветки толстенные приехала кормить розы значит под корень кормить и потому что дождь по листу надо кормить когда лист листва сухая сухая ну как сухая сухая просто сухая не мокрая вот такая вот вот дожди вот а сухая вот здесь вот почему-то все высохло почти все посмотрите что творится ну не в состоянии я это все убрать не в состоянии вот человечками нанять сейчас не можем там свои как говорится причины нет можно воскресенье приехать можно до воскресенье приехать но дело в том что им понедельник всем на работу извините и саша устанет лежать здесь на кровати ну не любит человек землю не нужно она ему ну не любит ему дайте какие-нибудь математические физики физические задачи он все решит а в слове мама он сделает три ошибки так что вот так вот с русским языком у нас очень тяжело так что вот такие люди бывают да а математику прям вот знаете как говорят от зубов отлетает смотрите за неделю еще хочу сказать не то что сказать себе сказать когда их сажаешь кабачки да они маленькие такие кустики блин думаешь ты когда они вырастут но я теперь понимаю от силы три куста от силы три куста и на весь подъезд хватит теперь значит что со свеклой что со свеклой ну это всему подъезду на целую зиму хватит извините меня зачем столько свеклы она оказывается всходит каждая семечка которые есть в пачке которые вы купили каждое так это я еще прорежала нее теперь я знаю что сажать нужно сразу широко сразу же чтобы не вырывать не нагибаться нагибаться только для того чтобы травку убрать и знаете хорошо что у меня трава не растет хотя бы ну так вот кое где только растет и всю потому что все закрывает и как хорошо как прекрасно так что вот пошла я немножко как успею показанной вечером приедут значит успею что-нибудь покормить вот это узнаете с телефоном хорошо бегать когда все выбираем когда люди тебе помогают семья помогали все помогают мы когда одна это нереально знаете это такой степени тяжело Трава растет, дождь в день идет по раз в пять, наверное. Вот смотрите, здесь было все прям, все прополото было, все было чистенько. Вот это вот, у нас никогда не было вот этой вот, вот это вот. Как она сюда попала, я вообще не знаю. Здесь была клубника, вот партиранты клубнику сажали. И я смотрела, они не пропалывали вот эти вот, вот они очень страшные. Вот оно рассеивается семенами. Вот, и вот засорился весь огород. Вот плюс соседский, конечно. Соседи возмущались в прошлом году, а я говорю, а я что могу сделать? Я ничего не могу, я же не могу приказать, идите, пропалывайте, идите. Я сейчас вот там посмотрела, что там творится. Это тихий ужас. Господи, какой холиус, я не могу. Это один, один, единственный, да, на единственное. Так что вот так вот. Ой. Ладно, и этот тоже, какой красивый. И там лес, господи, у меня уже крыша едет. От жары, от сырости, плащ нашла на дело. Вот такой вот, он непромокающий. Правда, хороший, покупала в Леруа Мерлен. Укроп забыла. От жары забыла и от духоты забыла, как зовут вот эту травку. Травку зовут укроп. А вот эту травку зовут петрушка. Куда она сеяла? Раньше соседка у меня брала ее. Сейчас соседки некогда просто-напросто заниматься собой. Вот, я ее срезаю, отвариваю. Потом отвариваю 15 минут после закипания. Ну, предварительно нарезав. Потом 45 минут она остывает, настаивается, то есть. Ну, до полного остывания. Процеживаю и замораживаю кусочки льда. Каждый день я протираю лицо. Каждый божий день. Если я лицо не протерла, я не проснулась. Я буду ходить сонная, я буду спрашивать у себя, что такое, почему не так, что-то не то. Ну, про силу петрушки, я надеюсь, знают все. Если кто не знает, прочтите. Так, все, пошла работать. Это мой пьер-де-рансар, который вымерз полностью. Вот, вымерз. Собиралась, значит, сажать здесь другую розу, неважно какую. Просто задержалась, приезжаю, через неделю он ползет. Вот, посмотрите, это с того, что вылезла с земли. Представляете? А если вон на старых, на ветках прошлогодних. Вау, я в шоке. Вот это да. Это первый раз я такое вижу. Пусть сидит под упаковом, может не так замокнет. И маленькая тоже. Трибутона. Ха-ха. Вот, если бы он не замерз, я бы его, конечно, не стала даже обрезать. Если бы смогла, я бы его пригнула. Вот здесь, естественно, здесь. Где мои ножницы? Вот этот вот, вот это вот мешает. Ладно. И вот эти вот шифер. Потому что раньше у нас бочка здесь стояла, и мы жгли костер. Ну, ветки ненужные там, все такое. Вау, ну все-таки какая она сильная роза, пьер-де-рансар. Ага. Так, ладно, это уже далеко не пьер. Пошла я кого-нибудь да покормлю. Красивые рудбеки и красивые. А вот они темнеют посерединке. Вот, 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 вот. Вот мне нравится, когда они вот такие темненькие. Вот. Со серединкой такой темненькой. Ой-ой-ой. А это? Ой-ой-ой. Какие? Георгины. Да, георгины. Смотрите, какие красивые. Ой-ой-ой. Ой, ее бы подвязать. Я хотела привезти палки. И куда я на электричке ехала? Ну, какая красота. Будет еще ветер и дождь, и они лягут. Ох, как жалко. Ну, мне нужно кормить розы. Боже мой. Ну, я не знаю, здесь неделю нужно привезти, чтобы все в порядок пришло, как говорится. Чтобы привезти все в порядок. Бесполезно здесь мне бегать. Вот это с этим ведеркой. Цунги. Это цунги или это не цунги? Я надеюсь, что это цунги. Так, Ирина. Ох, какая роза. Какой потенциал. Я в шоке. Вот этот разворот мне нравится. Какая красота. Они выроят меня. Даже вот эти цветут. Спрейки. Это спрейки, да. Не сомневайтесь. Спрейки у всех какие-то маленькие. То ли они обрезают их так. Я не знаю. Вот эти вот просто вымерзли они. Этой зимой они очень сильно вымерзли. Даже вот, Лидия Лавли, у меня вымерзла половина. Прям пришлось обрезать. Одна левая сторона осталась. Справа я ушла, как говорится, в небытие. Ой, и хризантемы наклонились. Палочек нет вообще. Я не знаю, чем я их буду подпирать. Так, все, нашла зелененькую штучку железную. Сейчас под опром. Ну, вот такое решение. Какая красивая, бог ты мой. А вот эта какая нежная. Нежная, нежная. Здесь ее забьют, потому что вот тоже нужно подпереть. Где-то у нас их было вот этих штук полным-полно. А это какая красота. Ну, я сама забыла, как его зовут. Когда-нибудь выучу. Когда-нибудь. У нас все получится. Запомните. Вот такое решение. Но эти трубы очень мягкие. Я боюсь, что они согнутся. Вот. И только по этой причине, что посмотрите, какие они высокие вырастают. Их нельзя сажать посредине огорода. И где-то в углу, в самом углу и у самой стены. Вот это вот, вот это. Их никто не сожрал. Это они сами насеялись. И ранее, ранее весной их просто нужно убирать. И, так сказать, под стенку. Вот. Под стенку. Туда, сюда. Тут, правда, все занято. Но можно. Вот. Ну, вот это осенью я уберу, понятно. Если смогу, как говорится. Если силы будут. Вот. Вот это забыла. Вот. На него уже. Ладно, не важно. Смотрите, что я увидела сейчас. Каждый год. Лидия Лавли. Меня удивляет своей... Шиповник, на который она привита, удивляет своей силой. И сейчас я убрала, вот так подняла хризантему, да? Поправила ее. Вот то, что она повернута туда, она повернется сюда. Снова. Посмотрите. Рост всегда, он вот там вот у ствола. Шиповник. Смотрите. Да? Говорят, мозгом нет у растений. Еще как есть. А? И ты куда шагаешь-то? Ядрен батон. Офигеть. Это мне сейчас лопату брать. Откапывать буквально до корня. Я ей каждый год, я ее откапываю до самого-самого крошка. Ой, Господи, Боже. Я не могу. Я сегодня вообще буду докормить их или нет? Все, побежала. Лучше это потом сделаем. Это не так-то смертельно. Я в шоке от этого черенка. Это Леонс Роуз. Посмотрите. Она как бы из-под земли. Ну, базальник. Базальник, это который от прививки. А это что? Я вообще, я не знаю, я удивляюсь этой Розе. До какой степени она сильная. Так, ладно. Хуст я подвязывала. Зачем его развязали? Вот это вообще непонятно. Здесь чудеса творятся. Сейчас перчатки вот такие вот грязные я нашла. Это моя. Не-не-не, это моя. Он туда кинул, а две перчатки. Это зачем? Работник? Нет, работника я всегда перчатки забираю в свои руки и стираю их. Так, ладно. О неприятном потом. Нет, о неприятном я забываю. Вот. У меня так работает моя память, что я всегда неприятные забываю. Не знаю, как это так. Всегда помню только хорошие. Смотрите. Она до сих пор цветет. Он, она. Она, это Роза. Принц Монако. И резенький такой уже веснущий стал. Уже некоторые скинул лепесточки. А все равно растет. Все равно цветет. И обрезать я его не хочу. Ну, а что я обрежу? Здесь вообще ничего не останется. Я имею в виду с цветущих. Вот. Ай. Аспиринка. Смотрите, как набрала уже прям сил. Оу. Прям вижу, вижу. А секатора у меня нет. Вот, вижу. Ой-ой-ой-ой. Как это он? Откуда образовался? Если бы я видела в прошлый раз. А, да. В дом сбегаю сейчас за секатором. И вот она, Леонс Роуз. Вот этот, на которой висит... Ой, ноги. Ой, ноги не поломать. На которой висит вот ее название, да, имя. Я видела этот пенек. Вот как я ее обрезала. Почему так обкарнала? Потому что я знаю, что она сильная роза. И мне не надо так высоко, как я вот эту сделала. Deep Emprison. Зачем? Она уже на бутонах. Галюнь, привет! Она уже на бутонах. Ага-га. Уже бутончики, бутончики. Все. Уже через неделю она будет цвести вовсю. Зачем так высоко? Ну, обрежу потом пониже. Так что вот радуемся тому, кто цветет. Вот такая красота. Так, за секатором побежала и буду подвязывать по новой. А что поделать? Ничего не вижу, снимает телефон или нет. Надеюсь, что снимает. Да, я в очках, но солнце очень цепит. Значит, смотрите, что я хочу показать. Сказать. Доказывать ничего не буду, потому что, как говорится, я не ученый. Вот. Я не Вика Карелина. Наша девочка умничка. Почему так вспомнила? Ну, вспомнилась. Вот и все. Смотрите. Это бурофос. Я просто их мешаю, потом подсыпаю под кустики. Бурфосфор-калий. Чупи. Значит, я смешиваю для того, чтобы, как Вика нас учит, его перекапывают в перекупку осенью, чтобы грунт был супер-пуперский, супер-фосфат, гранулированный. Вот, видно, да? Вот, смотрите, что у ведерки, да? И что я сыплю сейчас? А не понял. А что это такое? А что это? Оно все одинаково. Ну, чуть-чуть отличается. Бурофоска чуть-чуть светлее, знаете, как песок желтый. Вот. А это чуть-чуть серее, как земля. Почти одинаково. А что я еще? А, кальмагнезию, да, Виктория, я тоже говорила, что летом вы можете управлять кальмагнезию. Без кальмагнезии. Здесь нет ничего такого. Просто я слышала это и все знают, что кальмагнезию мы кормим, значит, свои растения, розы и все такие в августе месяце. Но Виктория Карелина говорит, можно кальмагнезии кормить и среди лета, и в июне, и в июле. Вот, дальше, а запуска нет. Так, значит, карбамид, мочевина можно, можно добавить. Вот до этого всего можно немножко добавить. Но у меня сейчас нет. Значит, буду добавлять литру кальевую. И, значит, калий, калий, калимагнезия. Не, 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 вы знаете, калий и кальций. Во! Они отличаются друг от друга. Это я точно знаю. Чем они там отличаются, я не знаю. Вот, еще раз скажу, я не ученый. И добавлю карбамида чуть-чуть. Прям буквально. Для чего? Мы в стилитах уже кормим по весне, правильно? Самое-самое питание. И сейчас я тоже свои роды в пятиэтажке кормила селитрой. И что еще там добавляла? Что-то еще добавляла. Я уже не помню. Разводила и поливала. Вот. Сейчас я буду в сухую, потому что дожди идут на день по 5-10 раз. Так что я думаю, что все дойдет. Так, и карбамида, да? Так, бурафоска. А, просто бурафоска, это просто другой пакет. Видите? Другая этикетка. Раз, где она? Да. Вот. Другой пакетик. Чуть-чуть-чуть добрался, что я уже прямо-то добрался. Вот кали-магнезия. Каким образом у меня здесь оказался всего пакет один? Я, как я, не знаю, ничего не поняла. Я имею в виду здесь на даче. Я покупала вот прям буквально. Ну и что-то забрала все. Ладно, не важно. Вот. Сейчас намешаю все это и буду под кустики кидать. Скажите, Люда, так нельзя. Может быть, и нельзя. Люди, можно все. Потому что розы мои, что хочу, то и кидаю. Все. Пошла работать. Какой букетище. Мало того, что еще смотрится. Вот потому что нет ничего на этой клумбе. Ничего не цветет. Смотрится невероятно. Я помню раньше, где-то на заре, так сказать, своего увлечения. В самом-самом начале я где-то видела ролик. Ну да. Давно было дело. Вот эти живущие побеги, да? Полина Козлова. Кажется, я первая узнала Полину Козлову. И у первой у нее заказала розы. Ну, потом где-то на третий-четвертый год напоролась на пересорт. И все. И моя любовь к ее питомнику, так скажем, прошла. Но вот это нет. Это не от нее роза. Это из Европы роза от братьев Топаловичей. Или Топаловичей. Или Топаловичей. Не важно. Вот. И вот я слышала где-то, я к чему веду. Жировищи побеги нужно удалять. Это не те побеги, которые нужны вашему кусту и должны расти на кусту. Вы знаете, я не стала удалять. Меня там за домом росла белая роза, куст. Мы поначалу, мы даже не знали, что у них имена есть. Понимаете, мы купили вот у соседа три кустика. Два оказались кирио и одна белая. Кирио. И как мне узнать, что это кирио, правильно? Ее все узнают. Прям даже, кто мало знает розы, где-то два-три года, ее сразу узнаете кирио. Белую мы так и не узнали. И я помню, у нее был вот такой жирующий побег. Я думаю, ну вот зачем удалять? А у меня всего три кустика. А мне так жалко его было. И вы знаете, я оставила вот этот жирующий побег. Бах ты мой, какой там был. Какая была красота. И роза-то была чайно-гибридная. Она вот, я ее пересадила туда, в череночник свой. Она, кажется, уже пропала, вымерзла. Может, плохо затоптали. Я вообще навожу телефон на этот букет. А показывает он или нет? Или я низком не показываю? Вот, вот сейчас вижу, уже видно. Вот, так я про жирующие побеги. Так я его и оставила. И с тех пор я не удаляю жирующие побеги. И у Лидии Лавли там было два жирующих побега. И вот этот куст, вот такой вот он у меня высокий получился. В этом году он у меня замерз. Очень жалко. Потому что кустище был красивейший. Весь усыпанный. Он даже в этом году, видно было, что какой он был весь усыпанный. Просто невероятно. Короче, Люда, хватит заливать здесь. Прямо это, прям такая раскащица. Хилма них нет. Короче, раз сделала. Грядочку, два грядочку сделала. На то место, где у меня была больная Глория Дэй. Да, была у меня очень плохая болезнь. Я ничего не сажаю. Я хочу туда осенью пересадить ромашки. Ой, нет, боюсь, ромашки нет. Блин, а что туда посадить? Вот кроме розы ведь ничего не посадишь. А говорят, что земля там уже все заражена. То есть вот это вот, где она сидела, нужно всю землю вытащить, выбросить. А сколько выбрасывать? Сколько вытаскивать ее? И другую землю просто-напросто туда завозить. Возможно, я это сделаю, если у меня будет помощник. Так, там роза цветет. Так, забыла, как забыла. Люда забыла. Видно коралл желе. Вы представляете, сколько она держит цветы-то коралл желе. Я в шоке от этой розы. Видно, нет, телефон. Вот так вот. Не знаю, видно или нет. Так, все, работать. Климатисат цветает. Ой, опять посмотрела на небо. Посмотрите, какие облака. Вот прям над этим домом. Вот, где Саша родился. Да-да-да, я уже где-то говорила. Здесь Саша родился. В этом доме. Прям в доме в доме. Так бабушка наша рассказывала. Посмотрите. Ой, оттуда прям что-то прям такое темное. Движется. Не хочу. Надо осталось роз. Там сколько? Четыре. И там еще штук пять. Ну, штук десять от силы. Какое красивое небушка. И, кстати, дуб. Он то ли понял, то ли что, что его сносить будут. Ну, дорогу эту строят, объездную. И вот, посмотрите. Он усох прям буквально за два года. Вот за эти. А может где-то кто-то что-то полил. Не знаю. Так. Значит. Климатисат цветает. Он повторно не цветет. Ну, вот такой вот. Также фламентанс тоже повторно не цветет. Кстати, один год она у меня цветла повторно. Потому что болела первый раз. Зацветают подсолнухи. Видно подсолнухи? Да, видно. На, так. Значит, снова забыла, как их зовут. Так. Пионы. Георгины. Чудо, что их. Прямо вот пионы всегда помню. Георгины забываю. Так. Красота желтенькая. Красота красненькая. Скоро хризантема зацветет. Мать честная. Вот эта хризантема, которая вот. Где она? Да, вот белым. Белой дугой такой подперла я. Вот она у меня позапрошлый год. Вот сидела в ведре. Зимовала или нет, я не помню. Но она сидела в ведре. Кажется, на осень ее, что ли, посадила сюда на место. Ох ты мой, какая она вымахала. Прямо розовая. Розовая. Если она опять будет желтой, станет, я не знаю. Мы повсюду сажали розовые хризантемы. С какого-то перепугу они становятся желтыми. Я ничего не понимаю. Кстати, вот там вот около клематиса тоже были розовые и желтые. Розовые пропали, желтые остались. То есть розовые вот прям местно даже осталось. Они вымерзли. Так, розочка скоро-скоро зацветает. Можно сказать, что роза непрерывного цветения. Красота какая. Я не знаю, я телефон видит или нет. Солнце такое яркое. Вот как бы вы видите, а? Нет, как бы я не приближала. Я не знаю, так. Спрейка, да, спрейка. Вот они у меня такие высокие спрейки. А вы знаете, такая она красивая. Я не люблю особо вот эти пестрые розы, да? Но она такая красивая. И вот, смотрите, тут вдруг внезапно розовое облако. Вот я взяла телефон только из-за этого розового облака. А, ну да, я там сняла немножко. Заходила к Ларисе, она торгует цветами. И сказала ей, что эхиноцей у меня обе пропали. У нее такой шикарный выбор эхиноцей. Я не знаю, что с ними случилось. Может быть, замокли. Может быть, ну не знаю. Вот этих может быть, они живые, понимаете? Это много причин может быть. Почему обе? Две. То есть обе и две замерзли. Очень жалко. Одна была рыжая. Как-то она по-другому сказала цвет. Вот. Одна желтая. Прямо желтая-желтая. Взяла я семена. Семена. То ли одной взошли, то ли не взошли вообще. Ну, короче, купила я семена. Выписала. На Вальберес. Потому что у Лерва Мерлен нет таких. Ирина слева, которая левый бутон. Бог-то мой. Какой бутон. Какая роза. И вот этот сейчас побег будет. Зацветет. Вот она уже в роспуске. Видно? Нет? Наказабор. Видно? Черт. Так, небо. Вот. А, е-мое. Вот. Небо. Вот. Небо я вижу уже. Вот. Все. Розу вижу. Какая будет красота. Жаль. Я приеду только через неделю. Просто невероятно белый цвет. И не флорибунды, да, мне нравятся. А именно чайно-гибридные. Она так стоит гордо. Поднимает свой бутон высоко. Несет себя прям с таким, прям, я не знаю, с такой гордостью. Ну, красота невероятная. Тем более белая. Сначала она вон зелененькая чуть-чуть. Потом белая-белая. Вот этот справа бутон обрезать что ли. Она еще успеет зацвести. Вот смотрите, как она зацвела весной. Она не останавливалась. Куколока. Вот. Сбросила цветы. Я ее обрезала. Кстати, она быстро набирает бутоны. Куколока. Вот что значит имя. Вот так вот. Что значит гены, что значит наследственность. Кто ее родители, я не знаю. Ну, можно почитать, можно все узнать. И вот она. Вот она. Вот она. Так, а что ж Лариса меня спрашивала? Что-то прям, не знаю, что-то спрашивала. Вот. Какая красота. Какая. Ой, я не могу же это в перчатки. Я маю. Кинула еще перчатки на цветок. Хочу достать. Хочу я его достать. Ох ты мой. Какое цветище. Какая красотища. Они потом скинут, каждое скинут эти лепестки. Кстати, лепестки жесткие, жесткие. А вот кто-то их кушал, бедняжек. Вот. И будут только эти бутоны. После того, как бутоны упадут, сюда прям рядышком, она насеется. И весной здесь будет тихий ужас. Вот это вот. Вот это вот, да? Это от того тихого ужаса. Вот одну оставила. Пусть будет одна хотя бы. Ой, а это сколько цветет роза. Боже мой. Мать честная. Сколько она держит свои бутоны. Невероятно. Это уже второй месяц. Точно. Вот. И вот она разрастается, разрастается, расползается. И вы знаете, я даже очень не против, что она здесь расползается. Думала громко, и говорит, это самолетик летит. Сожрали всю хосту. Одну и вторую. Но, не знаю, подниму я их, не подниму. Нужно их поднимать, высаживать в вазон. И, конечно, не такой огромный куст. Вот. Сколько уже? Года четыре им, наверное. А им здесь хорошо, их здесь кормят. Розы кормлю, и им достается. Летит же все. Брызги летят. Вот такая красота. Вот ради этой красоты я бросила все. Бросила ведро с питанием. С кормом для роз. Бросила тяпку, потому что... Ой, забыла взять тяпочку маленькую такую. И вот буду таскать ее туда-сюда. Купить такую же тяпку я не смогу. Она такая маленькая-маленькая. Я просто увидела молодые люди. Ну, как молодые, лет сорок пять, вот где-то так. Выбрасывали ведра. Ведра я сразу раз прям, давайте сюда. Вот. И тяпочку стали выбрасывать. Я говорю, ну, слушай, слушай, слушай. Она такая маленькая. Таких сейчас нет просто-напросто. Вот. Такие сейчас не продают. Продают. У меня новая с этикеткой лежит дома. Она так и будет лежать. Она неудобная. Вот. А я эту схватила. Только нужно там еще две вилки такие спилить. И будет все замечательно. Потому что, когда обрабатываю около широких листьев, она прокалывает. Так. Ну и вот. А, это я хвасталась тяпкой, которую я фактически вырвала из рук у молодых людей, которые выбрасывали ее. Ну, они так странно еще и посмотрели на меня. Думают, ну все, питперс. Бедная, нищинская бабушка. Нет. И все есть, все лежит. Просто таких, как раньше выпускали, удобные. Таких навряд ли. Вот. Смотрите. Видно, да? Капает. И я стою. И солнце светит. Представляете? Грибной дождик. Стою, любуюсь просто, любуюсь на своей питунье. Вот эту синюю нужно бы обрезать. Она как бы и не синяя, и фиолет, и бархатный фиолет. Нет, бархатная синева. Медленно переходящая у фиолета, или наоборот, синеву. Не знаю. Вот. Вот-то я точно не буду обрезать. Вот. Велюр. Редвелюр. Что показываю? О, солнышко зашло, видно, что показываю. Вот. Спиренька обросла. О, какая она высота, этого бедняжечка. Я ее кормила. Обросла. Дубок растет, я не знаю, выкопают мне ее кто-нибудь или нет. Дубок я имею в виду. И вот теперь обрезать смысла нет. Когда маленький был, можно было его еще обрезать. Это крысы здесь таскают в желуде из того дуба, который высыхает уже. Так что вот так вот-вот. Сумуги цветет. Вот где там сумуги. Покажи. Покажи, девочка, свое личико. Прекрасное. Вот она. Ну, вы знаете, вот из-за того, что японка, или здоровье у нее, да, может быть, из-за этого. Так особо вот каши на тарелке я и такие называю розы. Так, ладно. Все, пошла работать, потому что дождь сейчас. И еще я не знаю, сколько времени уже. Ой, ой. Бригада работников прилетела. У меня один на подоконнике прям залетел и делал, помрал. Я думала, что это листик, а это оказался дохлый вот такой вот шмелечек. Так мне жалко его, что он туда пришел прям помирать. Смотрите, три штуки сразу сидят. Ой. Я не могу. Фуай, фуай. Я же говорю, бригада прилетела прям. И там две штуки. Ой, ой, как кушают. Мне такое впечатление. Они постоянно, каждый день прилетают на этот цветок. И вот на этот тоже, сзади меня, который. А там что, каждый день появляется еда, что ли? Каждый день. О, все, надо бежать. Надо идти доставать, спрятать, то есть, вот эти все свои подкормки, иначе намокнут. Ой, красота какая. Ой, какая красота. Интересно, шмелить боятся дождя, что ли? О, и пчелка маленькая прилетела. Роза, Барон, Жерон, Делэн. В прошлом году был всего один бутон при повторном цветении. Посмотрите, что она вытворяет. Что она вытворяет? Я в шоке. Реально, были вот такие длинные побеги. Вот. Это она уже полезна. Это сколько метров? Раз, два. Ну, два с чем-то будет. Два, двадцать, два, тридцать, может быть. Побег такой длиной. Хорошо, что я его не обрезала. Около дома обрезала Чеппиндейла. И теперь жалею. Потому что вот здесь он свел. Вот так что, вот так вот. А я два года кричала, повторно не цветет. Цветет еще как. Просто нужно за ней ухаживать хорошо, и все. Так, непрерывного цветения роза, то, что я тоже говорила. Не бывает непрерывного цветения? Бывает. Вот, пожалуйста, Анхела. Или Анжела. Ну, вообще ее имя, настоящая Анхела. Вот. Вот такая красотка. Боже мой, какая она яркая. Вот на этой зелени. На фоне этой зелени. На фоне свеклы. Извините меня. Вот так вот, да? Здесь свекла. Там кабачки. А здесь такая Анхела. Девушка, вы заблуделись? Нет. В этом огороде. Нет. Ну, вот просто, ну, очень красиво. Очень очаровательная роза. Хоть не такая, как все. Вот не такая, как все. Она совсем другая. Красотка. Невероятная. Цветет непрерывно. Посмотрите, сколько я прополола. Я покормила все розы. Это реально? Это нереально. Ну, не знаю. Все-таки есть, наверное, в любви к этим розам. Есть какой-то, знаете, вот психоз, наверное, что ли. Потому что я сейчас сполола. Не смогла все тяпкой вот так проделать. Вот так вот. Чтобы все-все-все прям нет. Только вокруг роз и только сорвала травку. Где могла трава рвется прям вот, знаете, волшебно. Только сейчас увидела вот это вот там вот под фламентанс. Это очень плохая трава. Сейчас я ее оборву. Если не забуду, пока буду болтать. Так. Вот какие веселые ребята. Георгины. Да? Георгины. Точно. Вот. Как она расцвела вся. Забила, конечно, мне розу. С другой стороны дурман забил. И даже, посмотрите, я даже вот туда прополола. Это легко. Просто трава реально очень легко рвется. Вот. После дождей сейчас мне снова намочила меня. Ой. Обрезать надо. Забыла. Чепендер. Так. И вот эта розочка очаровашка. Вот посмотрите, что творится с фламентанс. Ну, это... И где мне сейчас? Вот так вот. Ну, не сейчас, а осенью. Где мне найти старые ветки, которым три года? А я в прошлом году, им три года нет. Я в прошлом году только оставила только новые ветки. Только новые. Все. Обхромсала я ее, конечно, я не знаю, четыре или пять веточек я оставила. Посмотрите, как она снова обросла. Ну, это какой-то гигант. Я не знаю. Ну, поэтому она меня так испугала в прошлом году. Я думаю, что если я буду не одна, я как-нибудь мы пригнем ее. Укрывать я ее не буду, потому что она подпрела. Ой, эти шишечки бы пообрезать. Семенные коробочки. Ох ты мой, какие они большие, огромные. Ой, гигантище, гигантище. Так, ну что ж, Люда, в общем-то, все сделала. Посмотрите, какой, как цветет красиво. Дурман. Вот, представляю, когда они все здесь зацветут. Но они как-то цветут поочередно. Ну, наверное, так задумано было природой. Все-таки трава, я думаю, вот эта дикая, этот дурман. Он еще есть и другой. Другие деревья дурмана высокие такие. Совершенно где-то что-то я видела. Ну, как цветут красиво цветочки. Ну, да, они вот для такого огорода. Здесь, конечно, и бархатцы у меня росли. Ну, когда мне помогали. Сейчас мне никто не помогает. Значит, так, вот здесь розочку я... Смотрите, непрерывно цветет, а. Значит, видите, такое. Стоит ее только ухаживать за ними. И они реально цветут непрерывно. Вот забрать мне ее домой, туда, на клумбу, где у меня такие низкорослые розы, или нет? Мне как раз Натали Вэлтен, есть такая девочка, обещалась розы выслать в подарок. Ну, короче, она меняет розы на елочки. Короче, хочет красивую-красивую сделать клумбу. Клумбу малоуходную, малого ухода, или как она там называется. Есть еще такая девушка Елена Ушкан. Если не потрудитесь, наберите. Бог ты мой, какой там сад! Какая там красота! Я когда увидела, я прям в шоке была. И особенно, когда она полностью все показывает. Не кусочками, а вот такие елочки там, какие-то одинокие, одинарные. Смотри, хвостом. Он больной, что ли? А, да, да, да! Ой, у него там опухоль, боже мой! Ой, боже мой, я не могу, как жалко! Точно! Ой, фу, и его никто никуда и не отдаст на операцию. Его поймать нужно еще, он дикий. Ну, ладно, об этом думать. Может, он проживет, как говорится, долго и счастливо. Вот на этом, на этой хорошей, красивой нуточке, вот на этой красивой. Я буду заканчивать свое видео, и, кстати, вспомнила, я никогда не кормлю свои розы в череночнике. Никогда! Однако, они цветут. Вот вы знаете, до меня сейчас только шандарахнуло в голову, что, однако, они всегда цветут. А как это так? А как это так? Вот они, вон они. Однако, они всегда цветут. Странно. Правда, я их никогда... Нет, зато я их пропалываю хорошо. Вот. Гранди Флора, Розенштадт Фрайзинг. Вот такая розовенькая там стоит. Стоит, цветет. Стоит. Конечно, лежит. Вот. Вот такая красота. Вот такие заросли. Вот такие джунгли. Вот еще одна эхинация. Видите, давай в кадр. Вот еще одна эхинацийка. Так, будет плыть все. Если увеличенное буду идти. Вот. Вот так. Ой, я же это хотела обрезать. Так, ножницы в кармане, в кармане. Все, на этом я заканчиваю свое видео, потому что за мной уже приехали. Уже, я не знаю, около шести часов вечера. И снова шмелики. Вот всем хочу сказать, девочкам, мальчикам, спасибо. Всем счастья. Всем здоровья. Всем радостных, веселого, радостного, веселого настроения. Ой, яблочек пойду, сейчас не собираю. Всем мира, всем добра, всем нам мира. Будем счастливы. И будем здоровы. Всем пока-пока.